о чем я хочу вообще поговорить наверняка многие из вас задумывались почему в определенное время наши деньги либо застывают в одной точке да то есть мы зарабатываем а иногда мы может быть заработали деньги а потом как бы мы не пытались как будто бы мы проживаем и прожигаем те деньги которые уже заработали кто сталкивался с таким то есть вот например вы работали в москве очень много плотно да то есть обокрали сами себя по сути по сферам жизни и на какое-то время вам придется отдавать долг самому себе и вот как раз мне интересна эта группа еще почему потому что большинство кто находится здесь вы от кода 7 по коду денежной емкости расскажу что такое код денежной емкости расскажу что означает мне есть книга это первая из трилогии код денежной емкости и я вообще практик честно скажу да то есть я провожу всегда фокус-группы все я исследую на 1 фокус-группе у меня было 100 человек например на под любви к себе фокус-группа было 800 человек то есть я провожу всегда исследовать и люди отвечают на вопросы и почему мне сейчас интересно большинство из вас это семерки а семерки это самая интересная такая для меня по сути аудитория потому что вы либо замираете либо начинаете наоборот искать что-то добрый день проходите уровень свежести повышения пониже чтобы идти это мое место как а ребят давайте так вы пришли пожалуйста прижать тишину хорошо конечно все дальше так вот что такое код денежной емкости вот денежной емкости это та цифра которую мы можем получать не обворовывая самого себя То есть это те деньги, которые мы можем получать в балансе. То есть работая или не работая, вы будете получать эту цифру. Очень многие люди думают, что у них высокий ход денежной емкости, но на самом деле они работают, забирая энергию из других сфер жизни. Ну вот представьте себе, у нас 8 сфер жизни. Все же знают про колесо баланса, про то, что нам дается определенная энергия. Так вот представьте, что вам дается 800 единиц энергии. И вы распределяете на каждую сферу по 100. И тогда по сути ваш доход, ну предположим, 100 тысяч. Мы будем сейчас все утрировано делать, да, для того, чтобы вам было понятно. Но вы решили для себя, что вам 100 тысяч мало. И тогда вы что делаете? Вы делаете такую вещь. Вы забираете, например, из здоровья. Каким образом? Вы не отдыхаете, вы не занимаетесь спортом. У меня был недавно, вот в прошлом году парень, которому я также объясняла, что он зарабатывает сейчас только восьмерка, хотя на самом деле по ходу он шестерка. То есть он должен зарабатывать где-то 150-250 тысяч рублей, а зарабатывать там 400-500 тысяч рублей. Но за счет чего? Ему захотелось на самом деле найти возможность, найти возможность, как восполнить этот баланс, да, так скажем. И так получилось, что он посмотрел, где же ему забрать время, чтобы потратить на зарабатывание денег. И он убрал сначала час зарядки. Начал больше зарабатывать. Потом он убрал все социальные контакты. То есть всех своих друзей, посиделки, начал еще больше зарабатывать. И потом он начал уже воровать из семьи. Ну, естественно, что в итоге стало? Здоровье подшеркнулось, да, то есть друзей стало намного меньше, потому что как бы он ни с кем не общается, никуда не ходит. Семья развалилась. То есть и при этом через какое-то время он обратно скатился к шестерке, то есть тому 150-250 тысяч, которые по сути его и есть. А это наша разрешительная система. То есть вы можете, у меня есть клиентка, которая зарабатывает миллион долларов. Но по сути, когда она ко мне пришла, я ей сразу сказала, Анют, ты одиннадцатая, а это значит, что ты максимум можешь зарабатывать 20-30 тысяч. Она говорит, да я на клубе зарабатываю, ну долларов имеется в виду. Она говорит, да я на клубе зарабатываю больше ежемесячно, не считая курсов, не считая еще магазинов и всего прочего. Я говорю, так ты забираешь у себя из здоровья, ты забираешь у себя из будущего, то есть энергию, это все энергия. Вы знаете, что деньги это энергия? Да, конечно. Вы понимаете, да, что все есть энергия в этом мире. И как бы то ни было, деньги это в первую очередь энергия. И чтобы эта энергия была, нам нужно делать ряд определенных действий. Даже если вы будете без конца медитировать, но не расширять денежную йогу, то, знаете, я проводила исследования на йогах, которые совсем такие убанутые, убудунутые, как я их называю, да, то есть как бы, которые отлетели и в принципе только занимаются йогой, медитациями. У них огромное количество энергии, но у них нет денег. Большинство из них нет денег. Почему? У них емкость маленькая. То есть смотрите, все зависит от нашей, первое, это денежная емкость, так скажем, наш сосуд, да, то есть который может поместиться. Например, вот есть стакан, и вот в этот стакан определенное количество энергии попадает. Даже если я его подставлю под водопад, где безграничное количество, да, воды, энергии, все равно я буду иметь не больше стакана. Если же я подставлю вот уже тарелку, я буду уже иметь больше, правильно? То есть как бы это наша емкость, а это наши мозги по сути, по-русски, да, грубо говоря. Наши мозги, наша разрешительная система. Можно наоборот, медитировать, доставлять себе удовольствие, еще что-то, иметь много энергии, и вот я говорю, маленькую емкость, и тогда вы все равно будете зарабатывать мало. Или наоборот, вы можете, например, даже иметь больше денег, но они у вас как сквозь пальцы просачиваются. У кого такое было, что вроде бы вот вы заработали больше, ну, как бы поработали чуть больше, и тут же эти деньги слетели, знаете, вот, ну, не знаю, машина сломалась, там, в аварию попал, может быть, там, не знаю, у меня девочка была, которая заработала больше, и ровно на эту же сумму у нее сломалась машинка, когда спиральная. Когда к мне пришел мастер, он говорит, эта половка один на миллион, слетел барабан. То есть она отдала ровно столько, сколько, ну, как бы, заработала больше за этот месяц. То есть, и это очень быстро видно, особенно, когда маленький кода. Когда же код высокий, это не так сильно заметно, потому что, ну, как бы, между одиннадцатым и двенадцатым небольшая разница, между двенадцатым и двенадцатым есть разница, но тоже не настолько большая. Разница уже идет, когда ты уже начинаешь, там, 14-й под денежной емкостью и 15-й. 15-й, кстати, еще вживую не встречала, честно скажу. С 14-ми общалась, но не тестировала. Это вот у меня такая мечта моя, 14-х и 15-х потестировать. Так вот, есть еще следующий ингредиент, это пропускная способность тела. То есть, если ваше тело не готово к энергии, то оно начнет, так скажем, ломаться, вы будете болеть, у вас будут проблемы, и вы все равно не сможете принять эту энергию. Поэтому, по сути, мы должны быть в три единстве. Мы должны научиться расширять свою денежную емкость, наполняться энергией и повышать пропускную способность тела. И это может абсолютно каждый. Нет людей, которые не могут повышать свой пот денежной емкости. У меня есть примеры, когда сейчас у меня есть студенты из Украины, которые на данный момент, находясь в зоне боевых действий, все равно при этом получают за время боевых действий, и у них по три раза увеличивалась зарплата. То есть, работая над собой, человек увеличивает свою денежную емкость, естественно, увеличивает приход денег. И у меня есть студенты, которые как начинают зарабатывать, там, зарабатывают 30 тысяч рублей, так и есть студенты, которые зарабатывают миллион долларов. То есть, это абсолютно разные люди, но у всех есть свой алгоритм, как повышать свой пот денежной емкости. Для каждой цифры он свой. То есть, очень часто бывает, что люди думают, что если они что-то отработали, проработали какие-то ограничивающие убеждения, или проработали, там, не знаю, отработали мотивацию на деньги, или почистились, так скажем, есть очищение, исцеление, наполнение, взлет, то это навсегда нет. Ребят, мы развиваемся по спирали, и каждый раз мы можем натыкаться в разное время и сами себе делать ограничения. Недавно у меня была студентка, у которой, когда она ко мне пришла, был пот денежной емкости 5. Она прошла ряд курсов, у нее стало 6-7, естественно, у нее повысился доход. И сейчас она опять 5. Она приходит ко мне и говорит, почему? Я начинаю смотреть, и говорю, что с тобой случилось в июне, в июле? Она говорит, я отучилась на психолога и не смогла найти ни одного клиента. То есть, ну, ни в Инстаграме, ни по сарафанке. Ну, естественно, что? Она еще перфекционист по кармической программе душит. И, естественно, она разочаровалась. Она настроила огромное количество ограниченщих убеждений, что деньги нельзя заработать, что как бы психологи не получают деньги, знаете, ну, вот такое вот. И все. И она опять скатилась по доходу. То есть здесь очень важно понимать, что код денежной емкости – это не только ту сумму, которую вы получаете. Это та сумма, в которой вы живете. То есть ту сумму, которую вы можете тратить вот в данный момент. То есть, предположим, да, то есть вы можете зарабатывать... Вот одна тоже у меня девочка пришла, клиентка, и говорит, ой, вы мне говорите, что я 6-8, а я получаю всего 60 тысяч рублей. 6-8 по России примерно от 150 до 250 рублей. Восьмерка – это уже 500, 600, 700 тысяч рублей, да, в месяц чистыми, ну, которые она может потратить. И она говорит, а я получаю зарплату только 60 тысяч рублей. А мы с ней назовем. Я говорю так, а квартира твоя, она говорит, да. Я говорю, а сколько ты тратишь? Я прошу прощения, да, то есть откуда деньги называются? Она говорит, ну, трачу я 300 тысяч в месяц. То есть зарплата 60, тратит она 300, да, то есть и она считает, что она не шестерка, восьмерка. Какой-то большой кассовый разыгрык-то получается. А можно к ней, да, можно? Вот. И я спрашиваю у нее, откуда деньги? Она говорит, ну, алименты от бывшего мужа, это раз, да, то есть как бы плюс мама помогает. Это уже отлетается. Алименты уже отлетаются, не получится. Уже не получится. Плюс мама помогает. И то есть по итогу она тратит месяц 300 тысяч. При этом еще у нее квартира в центре Москвы, ну, и сами понимаете, что сколько стоит аренда квартиры в Москве? Ну, 1100, правильно? То есть двушка, трешка у нее там очень хорошие, с хорошим ремонтом. То есть по сути она как раз живет в том ценовом эквиваленте, про который я и говорю. Даже несмотря на то, что она работая зарабатывает сама только 60 тысяч. Понимаете, о чем это речь? То есть код денежной емкости это не то, сколько вы зарабатываете. Это то, сколько вы тратите. Сколько вы можете, да, тратить. То есть насколько у вас позволяют ваши финансы жить. Потому что очень у многих... Привет, с первого этажа прям. Да, ну, видишь, как хорошо. Привет, дорогой. Здравствуйте всем. Александр Ельев. Присаживайся. Поэтому именно код денежной емкости это сколько ты можешь тратить, а не сколько ты по сути зарабатываешь. Кстати, Саша у меня тоже был одним из подопытных в Египте. Был. Когда я только-только начинала свой код денежной емкости, именно разрабатывать, да, разрабатывать всю эту технологию. На данный момент у меня есть именно все пошаговки, как человеку вырасти до десятки. Вот я говорю, только семерка у меня за путь. Семерка это самый сложный для меня сейчас код. Семерка это люди, которые с одной стороны закрыли свои основные потребности, а с другой стороны они не знают, что дальше делать. и мне почему интересно именно выступить здесь, на Бали, потому что большинство людей, которые живут на Бали, это как раз семерки. Независимо от того, даже если они имеют большие запасы денег или еще чего-то, это все семерки, которые могут тратить максимум там 300 тысяч в месяц, да, то есть как бы, и вот это тот ценовой эквивалент, в котором они могут жить. Понимаете, о чем я говорю? Да. То есть, и на Бали либо живут люди в Убуде очень духовные, которые вообще не зарабатывают, но ты к ним не относишь, но почему-то в Убуде живешь. Либо люди, которые, наоборот, далеки от духовности и как бы с одной стороны что-то ищут, а чего сами не знают. Вот расскажите мне, пожалуйста, для чего вы пришли сегодня сюда? Вот, Никит, для чего ты пришел? У тебя все хорошо, по сути, да? Антон, Антон, да. Антон, для чего пришел сюда? Что хочешь узнать? Ну, у меня сейчас новый период жизни начинается, я месяц как перестал работать в найме, вот, и теперь работаю только сам с собой, короче, обеспечиваю сам себя, вот, и, собственно, Лера сказала, что есть такое мероприятие как денежный завтрак, но это как бы просто 1 плюс 1 сразу сложилось, я перестал работать в найме, мне надо успеет зарабатывать самостоятельно, появился денежный завтрак, вау, Баня, спасибо. Хорошо. А вас как зовут? Меня? Ирина. Ирина, а вы для чего обращающих? А, ну, меня Антон привел, я на самом деле, я же и не планировала сюда идти, да? Понял, что у меня ледный завтрак, и такая, ну, ради интереса, может, поэтому, ну, мне интересно, я люблю такую тему, я суббуду просто, но я говорю, у меня огромное количество есть йогов знакомых, которые имеют столько энергии, что могли бы уже зарабатывать, ну, 300, 500, 600, 800 тысяч спокойно в месяц, но они не расширяют свою денежную емкость, у них нет вот этого расширения норм жизни, понимаете, то есть как бы, и вот это тоже очень важно, но я сама прошла этот путь, я жила в Гималаях, в Ашрамах, да, то есть я ходила, я была велической женщиной, которая ходила только в длинных платьях, я была вегетарианкой, веганкой, сыроедом, короче, кем только не была, да, то есть как бы, пока я не поняла, что надо совмещать материальное и духовное, то есть только срединный путь, когда ты берешь все лучшее из материального, все лучшее из духовного и идешь по пути любви, это самый лучший вариант. А вас как зовут? Яна. Яна. Яна, а вы для чего пришли? Ну, мне подруга посоветовала, говорит, что прочитала вашу книгу и хочу прийти к вам на завтрак, я такая думаю, ну, интересно, я очень люблю. А кто прочитал мою книгу? Лера. Лера прочитала. Ну и как? Что сделала? Мне очень понравилось. Я только вчера я закончила читать. Я поэтому и пришла, реально она меня заинтересовала, мне захотелось повысить код своей денежной емкости. Мне очень понравились все практики. Я только начала делать, я сейчас все прочитала, все, теперь я, ну, мне, в общем... Все, я все сказала. Нет, мне, я читала, как нужно практиковать, и мне очень понравилось, и я думаю, что мне это поможет. Ну да, я специально сделала книгу такой, чтобы она была конкретно, как пособие. То есть, по сути, вы можете брать ее и писать в ней сразу же, да, то есть она как ваш, так скажем, ноутбук, ой, ноутбук, да, то есть блокнот. Здесь также есть все филар-коды на все нужные, медитации, вебинары, да, то есть на все то, что вам нужно вот в этот момент прослушать. Но большинству из вас, здесь книга от однерки до пятерки, у вас уже больше код, но все равно, так как многие из нас имеют ряд разных проблем из разных кодов, то, по сути, я рекомендую всегда всем читать с начала и до конца, потому что иначе может произойти любая какая-то роковая случайность, да, то есть, которая всколыхнет, триггернет ваши проблемы, например, да, то есть, и вы улетите по коду, если у вас это не отработано. То есть, почему так важно уметь и знать, как восстанавливать свое психоэмоциональное состояние и именно здесь вот, как в учебнике, да, то есть, мне кажется, проще и нету. Сделай раз, сделай два, сделай три. Я читала, и не знаю, я читала, у меня такое ощущение, как будто я просто с психологом поговорила, у меня было так приятно, ну, очень интересно. Ну, потому что специально сделана книга так, чтобы было всем доступно понятным языком. Почему? Потому что большинство людей, они затрагивают, либо совсем глубоко в психологию уходят, да, то есть, либо кто-то чересчур уходит в эзотерику, да, то есть, и это все получается какое-то непонятное, да, то есть, и ты вроде бы должен либо быть совсем таким медитировать, быть вегетарианцем, и только тогда, типа, будет тебе счастье, либо наоборот, должен быть пораженным материалистом, да, то есть, идти по головам, и тогда тебе будет счастье. На самом деле, ни тот, ни другой путь не ведет ни к чему хорошему. Важнее всего, это быть в балансе, когда ты живешь и в материальном, и в духовном. Потому что я сама прошла, я была и бизнесменом, я проходила банкротство, потом я говорю, я жила в Ашрамах, там, служила сатгуру, клонилась ему в ноги, да, то есть, как бы, и все прочее. И для меня понятна и та сторона, и другая сторона. Но я понимаю одну вещь. Если вы хотите, знаете, как я спрашиваю своих, именно, вип-клиентов, которые ко мне приходят, 12-й, 13-й, я говорю, когда мы заканчиваем с ними работу, я их спрашиваю, что вы получили от меня? Как вы думаете, что они отвечают? Ну, какой ответ у человека, которого, ну, все хорошо по деньгам, который зарабатывает там, имеет возможность зарабатывать там, от 50 до 100 тысяч долларов в месяц. Либо иначе, либо иначе. Нет. Может быть, баланс, гармония. Нет, счастье. И знаете, прям, несколько человек, и мужчины, и женщины ответили мне одинаково. Мы засыпаем счастливые и просыпаемся счастливые. И это, вот вообще, на самом деле, одно из самых важных. Потому что, большинство из нас, не находится в ровном состоянии. Да, то есть, если только вы не медитируете с утра до вечера, да, то есть, как бы, то у вас постоянно либо тревога, либо беспокойство. А кто-то вообще даже не знает, что он чувствует сейчас, на данный момент. Он настолько не задается вопросом, что он чувствует, что он даже уже не понимает, а когда он был счастлив. Вот, Никит, когда ты был счастлив в последний раз? Не помню. Ну, то есть, а что ты чувствовал вчера? Вчера? Да. Какие эмоции? Вчера у меня была очень-то глубокая депрессивная яма. Там было все, и одиночество, и тревога, и беспокойство, все вместе, весь на попуск. Ну вот. То есть, как бы, занимаясь со мной, с одной стороны, ты будешь прорабатывать вроде бы деньги, но на самом деле ты будешь прорабатывать еще и параллельно свое эмоциональное состояние. Понимаешь? То есть, когда ты на самом деле будешь в спокойствии, когда у тебя будет баланс. Но это баланс будет не из-за того, что ты медитируешь постоянно, да, а из-за того, что у тебя не будет триггерящих тебя моментов. Знаете, у меня огромное количество сейчас психологов, психотерапевтов даже, даже тех, кто написал уже кандидатский, и у них, им там по 60 лет, есть психолог, она полковник в отставке по МЧС, вы знаете, когда происходят какие-то события, да, и они помогают пострадавшим. То есть, не пострадавшим даже, а именно, так скажем, родственникам пострадавших, погибших людей. И они все мне говорят, что если бы нас обучали в институте твоим практикам, было бы намного проще. Но я могу сказать так, психология, на самом деле, это легальный, научный способ объяснить эзотерику. Чтобы вы понимали, да, то есть, психология, она же для чего была придумана? Чтобы объяснить эзотерику. Сгладить углы. Сгладить углы, да, то есть, просто эзотерика, как мы сегодня с Лерой смеялись, эзотерика может быть, когда там, не знаю, человек сидит, медитирует, у него длинные ногти, грязные там он и все прочее, да, то есть, а может быть, лакширная эзотерика, как я, да, то есть, которая любит все красивое, все прекрасное, да, то есть, как бы, любит вкусно покушать, в красивых виллах жить, то есть, эзотерика бывает разная. То есть, как вы выбираете? Это опять от выбора. То есть вы можете выбрать быть счастливыми, а можете выбрать быть в страданиях. Это только наш выбор. Вот Никита пока выбирает пострадать. То есть пока что выбирает пострадать. Скажи мне, пожалуйста, какой у тебя плейлист? У тебя там какая музыка играет вообще? Красная. Ну, больше драма или больше все-таки такая веселая джингл-бэнс, джингл-бэнс? 50-50, нет, 60-40, ладно. 60% это более меланхоличные, драматичные, депрессивные, 40% это светлая, попсовая. Ну, а есть еще 20% классической музыки, 20% джаза. Разные есть. А что чаще слушаешь? Ну, в последнее время чаще слушаю более грустную музыку. Ну, потому что, смотри, по сути, по сути, нас приучают к тому, чтобы мы страдали. По сути, нам... Да, в России скоро закон-то поведет. Все песни, они как бы с драмой, да, то есть фильмы, они с драмой. Какие-то, не знаю, книги, да, то есть они с драмой. Нас так приучают. Я помню, что у меня у самой, знаете, какая была мечта, когда я была подростком, я видела, что такое для меня была взрослость. Я сижу на подоконнике, ну, так как мне 40 лет, да, то есть мое детство прошло 80-е годы, да, то как бы у нас там Санта-Барбара тогда шла, да, богатые тоже плачут, то есть, как бы, я думаю, рабыня Изаура, вы, наверное, это не смотрели. Ты же смотрели. Смотрели? Конечно. Ух ты, ничего себе, одна я такая старая, да? Мы дети 90-е, у нас это тоже, мы дети 90-е, у нас это тоже было. А вот, у нас была рабыня Изаура, многие рабыню Изаура не слышали, не слышали, что такое? Слышали. Было, ой, ну ладно, значит, не слышали. А еще клоун, клоун мне нравился. Клоун, да. Так вот, и у меня была такая мечта и ощущение, что взрослость, это ты сидишь на подоконнике, пьешь кофе, куришь сигарету, смотришь грустным взглядом на ночной город и страдаешь по любви. Ну, я это и получила. Ну, понятно. То есть, как бы, чего хотела, то и получила, да? Я получаю. Да, то есть, смотрите, мы на самом деле своим мышлением сами притягиваем свою жизнь. Абсолютно все мы создаем. Мы можем создавать как позитивное, так и негативное. Но иногда есть такой момент, вот это, скорее всего, больше всего к вам подходит. Людям, которые, в принципе, уже достаточно свободны, но в то же время еще не вырвавшиеся в свободу. То есть, вы, с одной стороны, вроде свободны, но на самом деле это иллюзия свободы. Потому что вы не можете спокойно в сеть и уехать куда-то, да? То есть, вы все равно еще... Стеклянный потолок. Грубо говоря, да. То есть, так вот, я хочу поговорить о вторичных выгодах. То есть, вы же понимаете, что все, что мы имеем, нам выгодно. Или того, что мы не имеем. И я расскажу, почему. Ко мне приходят клиенты, и очень часто с какими-нибудь болезнями. И мы начинаем смотреть. Девочка пришла. У нее кармическая задача души ребенок, вечный ребенок. И вечные дети, это те, кто не могу, не хочу, не знаю, помогите, решите. Либо они переходят в другую поста, в оборотную сторону. Это родитель, тот, кто чересчур опекает и навязывает, контролирует. Так вот, у нее астма. Она говорит, почему. Ну, вы же знаете, что все наши болезни, это психосоматика. Понимаете, да? То есть, как бы, что абсолютно все наши болезни, это психосоматика, и нам это выгодно. Ну, вы люди молодые, я думаю, у вас. Кроме смертельного. Кроме смертельного. Ну, и то, рак, это тоже выгода. Тоже психосоматика, да. По сути, да, вот по сути, да, то есть, вы запустили процесс уничтожения. У меня огромное количество исцеления от рака среди моих студентов. Ну, и также есть смертель, когда человек был долгое время в ремиссии, мы из нее вытаскивали-вытаскивали ее, да, то есть, вроде все хорошо. Потом она опять встречает мужчину, тот от нее отказывается, и она не выбирает жить. Ну, то есть, как бы, вот, это ее выбор, понимаете? Потому что она запускала много раз процесс, мы, когда все прорабатывали, что-то происходило, и она сразу начинала думать, да, лучше сдохнуть, чем так жить, лучше умереть, зачем мне вообще жить, то есть, такая жизнь, ну, и как бы, в таком вот формате. То есть, она, по сути, запускала процесс самоубийства. И, например, все женские репродуктивные функции болезни – это обиды на мужчин. Но, опять же, ежевыгодно выбрать таких мужчин. То есть, вот, например, да, то есть, как бы, в моей жизни все мужчины были достойны и адекватны. Я не помню ни одного мужчину, с которым бы я была в любых взаимоотношениях, хоть платонических, хоть физических, да, эмоциональных, там, не знаю, дружеских, которые бы меня оскорбил, каким-либо образом унизил, или вообще как-то меня расстроил. В моей жизни таких мужчин не было, и как может быть еще лучше, да, потому что это мой выбор. Но почему это мой выбор? Потому что меня так воспитали. У меня дедушка, мою маму ни разу на нее голос не повысил. В моей жизни мой отчим, ну, я папу не помню, он у меня умер, если ему что-то не нравилось, он говорил через маму. То есть, понимаете, я, как бы, изначально не вижу в мужчинах ничего негативного. То есть, а значит, что они не могут притянуться те, которые могут сделать что-то плохое. Понимаете, о чем речь? То есть, как бы, мы все притягиваем сами. Вообще, надо будет в следующий раз, если будем делать когда, надо сделать структуру. А то как-то я туда-сюда прыгаю, как бы, без структуры. И самое главное, что мы должны понимать, что абсолютно каждый человек наше зеркало. Если у вас есть кто-то, кто вас раздражает, разложите этого человека, посмотрите, а какие... Вот у вас есть претензии. Никит, какие у тебя претензии есть кому-нибудь? Ну, вот просто назови любого человека, неважно, там, не называя по имени, да, То есть, какая есть претензия? Не знаю. Нет претензий? Ну, сейчас нет. Это настолько ты не осознаешь себя, понимаешь, если ты в депрессии, меланхолии и во всем прочем, да, то есть, то у тебя 100%, ну, до безусловности, претензий к людям, к миру, да, то есть, есть свои точки зрения, убеждения, ограничивающие и догмы, и консерватизм. То есть, это все у тебя есть, да, то есть, только... Но ты настолько себя не осознаешь, что даже, когда я тебе задаю вопрос, да, то есть, как бы, ты не можешь вспомнить. Ты знаете, когда я проводила исследование по кармической задаче души, и я спрашивала одного парня, я говорю, кто тебя бесит? Ну, вот честно, вот, ну, у кого есть кто... Кто есть здесь, кого, чтобы вообще никто не бесил? Вот меня бесит, когда на дороге подрезают. Вот бесит меня, да, то есть, как бы, вот, ну, что, не могут, что-ли, выступать? Меня бесит, когда нужно, там, на... Я снимала виллу в амваже, и надо было постоянно говорить о том, что я здесь живу, да, то есть, каждый раз этим security, который по-английски не понимает. Меня пьяные люди бесят. Вот, пьяные люди бесят. Почему они тебя бесят? Потому что они через мое желание пытаются себя навязать, свое общение, они интересуются моим мнением, то есть, если им что-то надо, они вот лезут за своим, лезут, 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 лезут. Не хочешь с ними общаться, они идут с тобой общаться. Ты говоришь, отвали, они идут церно тебе общаться. Тогда посмотри, а какая у тебя есть претензия к себе, вот, в таком же ключе? Хорошо, я сейчас приведу свой пример, будет проще, да, надеюсь? У меня был мужчина, мой экс, да, так скажем, бойфренд, и у меня была к нему претензия, что он постоянно помогал своим родителям, своим друзьям и всем прочим. Такой вечный страх. И я потом посмотрела, и такая, думала, «Закалтыная, ты же сама постоянно спасаешь вечно клиентов, своих родных, ну, как бы, своих друзей, тоже спаситель». То есть, по сути, я к себе эту претензию имела. То есть, я протянула такого же мужчину. Только я не пью почти. Но ты, может быть, наоборот, имеешь свою претензию, что ты не... Это же не обязательно, что прям один в один, понимаешь? Это может быть претензия, что ты мало общаешься, или что ты, наоборот, не создаешь такие коммуникации, которые тебе нужны. И это ты, может быть, испытываешь к себе претензию, что ты легко так не вступаешь в отношения. Потому что ты считаешь, что ты будешь навязчива. Понимаешь? И у тебя страх, кстати, быть навязчивым. Страх, что ты будешь, знаешь, таким... Страх быть неудобным и доставлять без конкурса. Да, да, да. Еще один с программы удобный. Вон, Лера у нас с программы удобной, с кармической. Еще один. У меня их много, я их знаю. Нет, это кармическая задача души, она одна. То есть, есть остальные роли маски и, как бы, какие-то выбранные нам, там, гордыня, жертва, может быть, хорошая, удобная, удобный, да. То есть, ну, это все бывает масса. А на самом деле кармическая задача, она всегда одна. Их 10, ну, вообще их около 15, но 5 я еще не встречала, да. То есть, вот 10, которые я точно знаю. Это гордыня, хороший или хорошая, да. То есть, удобный или удобная. Контролер, перфекционист, трудоголик, заслужить любовь, доказатель, достигатор и вечный ребенок. Вроде все перечислила. А у каждого может быть только одна? Только одна. А если я в себе шесть знаю? Если я в себе услышал сейчас 3 или 4. Смотри, вот я доказатель, да. То есть, все, что я делаю, я делаю либо из доказательства, либо из оборотной стороны. Мне становится кофе, поэтому я говорю, ну, горит все синий пламя. Но бывает так, что я хочу доказать, что я хорошая. Доказать, что я удобная. То есть, это уже как бы роли. Или иногда я впадаю в спасителя. Это тоже роль, да, из треугольника Картмана. Но я не всегда в этой роли. А вот доказатель у меня чаще всего. Понимаешь, что есть? Есть основа, есть побольше. Да, да, да. И зная свою программу, ты можешь вообще абсолютно полностью выстроить, почему тебя бесят люди, почему тебе те или иные люди попадаются. Даже вплоть, вот мы сейчас с Лерой обсуждали, да, то есть, как желание нужно писать. То есть, почему у кого-то карта желания исполняется, а у кого-то нет. У кого-то фэншуй работает, а у кого-то нет. У кого-то красные трусы на люстру закинул, и деньги пошли. А кто-то, блин, хочу закидывайся, ничего не будет. У кого-то желание исполняется легко, а кто-то вообще ни одного желания не может из списка исполнить. Это все зависит от того, какая у нас кармическая задача и как нам правильно прописывать желание. Мы уже уходим от кода в кармические задачи, но у нас сегодня вводные, поэтому интересно вам вообще? А как вообще узнать свою кармическую задачу? У меня есть вообще интенсив, который, да, то есть, вы выслушаете, потом тетрадь, по которой вы отвечаете на вопросы, находите свой ключевой страх. Ну, я почему никому не говорю его кармическую задачу, потому что пока человек сам не пройдет по всем этим вопросам, он потом им, он не поверит. Потому что некоторые люди, они думают, да не, у меня, наверное, контролер, а потом она такая, да ёба-мама, я, кажется, гордыня, особенно гордыням очень тяжело, очень тяжело. Но у них, у гордыни, самый большой страх, это страх потери. Причем страх потери, независимо от чего, это даже может быть статуса. То есть вот гордыню, что у нас разводится с мужем, уже все решили, она говорит, как мне стало страшно, и я спрашиваю, чего я боюсь? А боюсь потерять статус замужней женщины. То есть, понимаете, вот страх потери вообще вот срабатывает. А у кого-то, например, как вот у Никиты, может быть, да, то есть быть неудобным, лишним, ненужным, навязчивым, да, то есть как бы вот такое вот. Кому-то наоборот, вот мне выбор без выбора. То есть если вы мне сейчас скажете, да ты должна и обязана, я скажу, фиг вам, я буду вам сначала доказывать, что я вам не должна и не обязана, мне есть свобода воли и выбора, потом пойму, что не могу доказать психану на вас, я вообще уйду. Да, то есть, ну как бы, это доказатель, которых нельзя ставить без выбора. Понимаете, то есть как бы. А есть контролеры, которым сложнее всего, когда они не могут влиять на ситуацию. То есть, и вот, например, контролеры, они никогда не пойдут в менеджеры по продажам. Знаете почему? Потому что они не знают, сколько они получат. То есть как бы, и даже зная свою программу, вы понимаете, что вас тормозит. Как вам нужно писать желание, да, то есть каким образом даже общаться с противоположным полом. Потому что если взять, заслужить любовь и удобную, они все такие воздушные, они как бы, когда общаются даже с мужчинами, они общаются через эмоции такие, да, то есть как бы. А я, например, как доказатель, я сразу общаюсь, потом так думаю, так, надо вот стереть, стереть, стереть. Да, я люблю дайвинг, я там ныряю на столько-то, еще что-то. И потом так я думаю, ну да. Я думаю, а почему мужики меня боятся? Да потому что я им как вывалю все факты, да, то есть они думают, ну я тебя вообще не потяну. Хотя на самом деле, вот я даже Лере рассказывала, говорю, Лер, когда ты сказала мне, сколько ты зарабатывала в Москве, да, то есть я стала больше тебя уважать как профессионал. А, например, если я вам сейчас начну говорить о том, сколько я зарабатываю, это не будет для меня создавать. То есть я должна продавать, например, да, только через эмоции. То есть зная свою программу, если я сейчас начну в инстаграме там писать, да, у меня Луи Беттон, да, я там хожу в Прадо, да, трым-трым-трым, от меня отвернется моя аудитория. Потому что от меня это будет идти негативным образом. Понимаете, о чем речь? А есть некоторые, которые показывают, да я лампу купила на ваши деньги, ты думаешь, да блин, вот красотка, а вот красотка. И как будто органично у нее это пишет, как бы смотрится, да, то есть как бы. Ну все знают Беликову, да, наверняка, Саши Беликова. Кто-то знает? Александра Беликова, она как раз тоже про медитации, про все. Не знаешь, Саша? Так вот, она, например, показывает, я долларовый миллионер. И почему ей можно? У нее кармическая задача заслужить любовь. Она может кичиться деньгами, и к ней еще больше пойдут. Если я начну говорить, сколько я зарабатываю, от меня наоборот отвернутся клиенты. То есть представьте себе, вот зная свой вот этот чип-код, вы знаете, как вам общаться. Например, вот, Ален, вот ты, как бы, почему я на тебя обратила внимание, да? Ты хорошая девочка, легкая, воздушная, но я тебя не воспринимала всерьез, пока не увидела одну сториз, где у тебя написано, что у тебя там комьюнити в 350 человек. То есть тебе нужно идти через цифры, тебе нужно идти через достижения. Например, что я сделала, там, да, за месяц, 10, там, каких-то встреч с гостями, там, как бы, 150 человек. Такой-то бюджет освоила. И к тебе будет еще больше идти. А ты показываешь, я такая воздушная, я такая классная. Ну, ты вообще не продаешь, вообще, понимаешь? То есть тебе нужно продавать через цифры. Потому что у тебя одна из тех программ, которые входят вот именно в пятерку, где заслужить любовь, удобные, да, то есть хорошие, нет, не хорошие. Контролеры, коэффекционисты и вечные дети. То есть нужно тебе будет выбрать, да, то есть. А если у вас программа, как у меня, доказатель или достигатор, то есть вам вообще нельзя показывать цифры. Вот у тебя, да, Саш, тебе нельзя через цифры, тебе нужно через ощущения продавать. Понимаешь, о чем речь? А ты пытаешься 220 тренировок за месяц, за год, Я думаю, да, сука, как-то задрал уже, ты чё, блин, я вообще на тебя смотрю и думаю, я вообще лузер какой-то, да? То есть вообще ни одной тренировки не сделала из того, что обещала. То есть как вы считаете, то есть лучше показывать или не показывать? Мне стало интересно. От человека, значит, человек. От программы, от программы. Ему нельзя, а мне нужно. То есть кому-то можно, кому-то нельзя. Кому-то даже нужно. У кого-то органично это слушается, у кого-то как хрустерство. Да, это правда, понимаешь, у меня реально не было реакции. Это stories выставил, просто вообще как тупая stories. У меня ответов вот так, просто Телеграм завалил. И я такая, что происходит? Потому что тебе... Нет, а ты stories выставила для последующей перепродажи, у тебя есть какие-то... Я просто... Это не ее, это не она даже выставила, она перерепостила, она была на разборе у девочки на коучинге. Я запомнила, ты понимаешь, насколько... До этого я смотрела, ну, красивая девочка и красивая. Ну, как бы, ну, такая какая-то, ну, понятно, вообще какая-то. Никакая, прости, соленушка, да? То есть смотрю stories, причем перерепостил, где девушка пишет, сегодня провела крутую, как бы, конференцию, ну, как бы, коуч-сессию для Алены, у которой комьюнити... То есть, опять же, это услуга, конференция. Так, я об этом спросил, специально тебе перерепостила, потому что ты подаешь услуги. Ну, конференция, конференция, ну, нет, ты, ты. Нет, нет, нет. А, все, сори. Это просто, вот, например, я бы сейчас прописала про Леру и сказала бы, Лера, которая зарабатывает, там, 300-400 тысяч на укладке волос, да, там, на окрашивание, и к ней очередь станет. Понимаешь, то есть, как бы, вот о чем речь. То есть, как бы, здесь, зная свою программу, ты можешь четко понимать, как тебе себя позиционировать, особенно вот тебе сейчас, да? Ты должен сто процентов знать свою программу. Я думаю, спросил, да, как у меня свою программу. То есть, как бы, для того, чтобы ты уже знал, через что тебе себя продавать. Вот у тебя реально, вот я тебе даю живую обратную связь, и ты сама подтверждаешь. Одна сториз с одной, только, да, там, трехзначным числом принесла тебе огромное количество заявок. А представь, если ты будешь каждый день через цифры и факты. То есть, это вот очень-очень важно. То есть, зная свою кармическую задачу, а нам же, наоборот, всегда легче, если вот у меня доказатель, мне всегда легче цифрами, фактами. 40 тренингов, там, как бы, написала, да, то есть, код денежной емкости, код личности, выпустила книгу, там, пою мантры, рисую картины, создаю маккады. Да, то есть, как бы, я через факты, а факты меня не продают. А когда я начинаю говорить, да, я живу в счастье, в кайфе, в радости, да, то есть, я вот, ну, я реально такой человек, я просыпаюсь счастливая, засыпаю счастливая. Лера, он со мной уже за три месяца уже видела, да, то есть, как бы, и я постоянно в каких-то инсайтах, проработках, моя жизнь улучшается с каждым днем, и я знаю, как это сделать, это меня больше продает. Понимаешь, о чем в речи, Никит? Помню, не знаю, я. А вот. Сегодня ты будешь с Никитой. Я в депрессию, короче, давайте. Гореческая программа Никиты. То на карту, так и сведешь. Алтанай, спрашивают, как сделать разбор, как, что нужно сделать, можешь прокомментировать, пожалуйста? Разбор, что? Пишут просто. Как понять всю кармическую задачу души? Куда обратиться, чтобы узнать свою программу? Кармическая задача души. Кармическая задача души. Смотрите, каждая душа рождается, ну, вот смотрите, души все там наверху выбирают, какой фильм посмотреть. Они выбирают, как бы, комедию, драму, боевик, как бы, трагикомедию, да, то есть и выбирают себе какую-то жизнь. И из этого выбирают себе программу. Программу. И с этой программой они рождаются. Понимаешь? То есть и привлекают изначально к себе людей, которые помогут им эту программу сбросить. То есть задача у души выйти из этой программы. То есть, подождите, можно вопрос задать? То есть вы считаете, что программа, она уже выбрана душой? Да. Я не считаю, я знаю. Да. Значит, она уже выбрана душой. Да. И то есть по факту вы всю свою жизнь проживаете по той же программе, правильно? Если вы ее не брожите. То есть свобода выбрана. Свобода есть, когда ты выходишь из-под влияния программы. А как можно быть из-за раздражения программы? Смотри, если, например, вот гордыня, да, и жертва, вот ты выбрал, например, себе гордыню. Так забывай, можно, да? Хорошо, хорошо, Петр, очень хорошо. Вот, например, ты выбрал себе гордыню. Чтобы тебе сбросить, первое, что тебе нужно, да, то есть это научиться принимать любое развитие событий, то есть страх потери, брать. Сто процентов. Но я не спросил. А, как бы. Ну, ты спросил. Нет, нет, спросил. Вы перешли на, о том, что, типа, вы говорите о том, что гордыня у меня, и там, как ее сбросить, правильно? Я говорю о том, как сбросить программу. Так, хорошо. Программа гордыни и жертва. Так. И чтобы сбросить, например, программу гордыни, первое, что нужно, проработать, страх потери, второе, выйти из треугольника кармана. И дальше следующее, да, потому что, что у нас на самом деле пригерит нашу программу? Не события, ну, это круто, церемония, а только люди. То есть и в какой-то момент, например, с одними людьми, удобной, вот как Лера, например, является прямо очень такой мягкой, старается все сделать, а с кем-то она гетонист. Гетонист, который наоборот говорит, ну, суки, давайте мне служите. То есть, как бы, делайте все для меня. То есть, как бы. И вот, например, удобное, чтобы сбросить, да, первое, что нужно начать, это начать любить себя. То есть с повышением кода любви к себе, у нее пропадает желание быть удобной для других. То есть для каждой программы есть свои определенные методы сброса. И понимаете, в чем же проблема сейчас в основной психологии, что нам дают одни и те же методы. Или нам, например, говорят, чтобы иметь деньги, медитируй. А, например, вот я сейчас смотрю, Антон, а ты хоть умедитируй, если тебе денег не будет. Ты хоть сиди 24 на 7 в течение года медитируй, тебе деньги не придут. У тебя совершенно другая программа, и тебе не надо медитировать. Тебе нужно делать другие действия, понимаешь? То есть, например, если я буду говорить про волшебство, а доказателям, наоборот, и гордыни тяжело перейти достигатором в волшебство, да, то есть мы же такие, мы материалисты, мы чувствуем что-то, то я перешла давно, да, то есть волшебство. И я тогда не знаю кто, не знаю как, деньги приносят просто так. И они приходят просто так. А если Лера сейчас будет ходить и кричать, не знаю кто, не знаю, как деньги приносят просто так, на нее посмотрят, как на чокнутые деньги к ней не придут. Понимаешь разница в чем? То есть, все зависит от того, какая у тебя кармическая задача души. Какую ты выбрал изначально. И под нее уже идет абсолютно все. Как прописывать желание? Например, я имею дом или я хочу дом? Вот как ты думаешь, как нужно прописывать? Я имею. Я имею дом. А вот не так. И не так, и не так. А нужно смотреть на задачу. Нужно смотреть на кармическую задачу. Например, мне я хоть ухочусь, оно не появится. А через ощущение у меня появится. То есть, и если я пишу, например, что я хочу одежду, примерно, да, там, Кристиан Зиор, там, сумку, там, с кедами. Я уже представила, сколько стоит. Даже деньги есть, я не могу купить. Понимаешь, как бы. Но когда я пишу себе, что я хочу гардероб, который мне создает, в котором я элегантная, в котором я офигенная. У меня куча просто сейчас вещей, которые сшиты специально на меня, которые меня реально украшают. То есть, через ощущение. Как только я начинаю описывать конкретику, у меня ничего не сбывается. Как только я пишу через ощущение, у меня сбывается. Лера может хоть уписаться через ощущение, у нее не сбудется. А когда она четко знает, что она хочет, где, сколько это стоит, оно у нее появится в самое ближайшее время. У тебя точно так же. Если ты через ощущение, оно не сбывается. А когда ты конкретно расписываешь, у тебя сбывается. Когда ты прям хочешь этого. А если ты, я имею, ну и оно как бы какое-то, как будто бы, ну имеешь или не имеешь, оно такое зависимое. Я знаю, что я имею. То есть, я еще раз повторяю, все зависит от того, какая у вас кармическая задача души. Вот это первый ключ, который человек должен знать о себе. И от этого уже выстраивать свою, ну как бы, свою проработку. Потому что большинство людей, да, то есть, идут по одному и тому же. Вот я, например, сейчас банк лескачок буду делать, да, то есть, и он будет у меня конкретно сделан. Мы будем прописывать 8 сфер, 800 желаний. У меня в прошлом году, когда мы делали его, у девчонок сбылось 70-80% из 800 желаний. Представьте себе, 500-600 желаний. Да. Желаний сбылось просто. Как они написали 800 желаний? А так я и рассказываю, как это делать. То есть, мы прорабатываем каждую сферу. У людей же проблема в том, что у вас нет целей и желаний. А энергия приходит на цели и на желания. Нет идей, нет целей, нет энергии. Нет воплощения. То есть, я проводила очень много раз тест, когда ты даешь бумажку и говорю, что ты говоришь человеку, напиши свои цели за 5 минут. И те, кто зарабатывает миллиона и выше, они пишут больше 40 и очень подробно. А те, у кого на самом деле затык с деньгами, и чем меньше у них денег, тем меньше у них цели. И цели такие, знаете, шуба, машина, квартира. Ну, то есть, как бы, да. То есть, то, что хотят все вроде бы. Хотя, на самом деле, возможно, это не их желание. Я вчера, кстати, рассказывала. У меня пример был. Буквально недавно девочка говорит, а у меня сфера здоровья вообще не проработалась. Я говорю, ну-ка, давайте твой список. И у нее первая в сфере здоровья сесть на шпагат. А у нее была авария, и у нее таз как бы поврежден. То есть, ей на шпагат садиться просто категорически нельзя. Понимаете, да? То есть, она сядет на шпагат, она себе просто вывернет все тазовые кости. И не встанет. И не встанет, да. То есть, а тело, оно разумное. И она говорит, да вообще ничем не будем у спорта заниматься. Потому что она же меня на шпагат хочет посадить. Сейчас хоть любую какую, хоть плавать, хоть ходить, хоть танцевать. Она все это делает, чтобы на шпагат сесть, да? То есть, у нее такая цель. И она вообще спортом не занималась целый год. Как только мы с ней деактивировали эту цель, она вычеркнула ее. А на 2-й день просыпаюсь и просто сама делаю интуитивно свой заряд. Когда такого никогда не было. А тут прям захотелось стать раскрытой, спина начала работать. Потому что иногда мы ставим такие цели. Например, я все ставила. Собраться на Эверест. Да нафига мне этот Эверест? Ну вот, но я же почему-то думала, что если заберусь на Эверест, да? То есть, ну, как бы цель такая. Это значит, что или там полечу на Луну, или на Марс, неважно, да? То есть, это значит, что у меня такое состояние здоровья будет классное. Точно так же, как многие ставят цель, например, частный самолет. А вот он кому-нибудь нужен на самом деле. Вот этот частный самолет. Кто любит летать? Вот мне, да, то есть, ну, мне уже возраст все-таки 40 лет, да? То есть, я считаю, что раз в два месяца максимум лучше летать. А то я вон полетала каждый месяц. И я прям понимаю, что два дня ходишь потом, да? То есть, как бы, уже, ну, вот мне не прикалывает летать каждый месяц даже. Так вот, мне самолет частный не нужен. Но мы часто думаем, что если мы ставим в целях частный самолет, это значит, что мы настолько богаты, что можем себе позволить частный самолет. А он никогда не сбудется, потому что он тебе нафиг не нужен. Давайте вопросы, ребята. То есть, смотрю, вы заскучали немножко. Задавайте вопрос. Вас как зовут? Андрей. Андрей. Есть вопросы, Андрей? Нет. Я просто слушаю. И что вы думаете? Для меня это все новое. Я не сформировался возле меня. Не сформировался? Хорошо. Алёна, ты что думаешь? Охренеть просто, как мужчина. Очень сильно. Саша, ты о чем задумался? По поводу входа на ежнюю емкость. Расскажи про ребят. Ты про меня рассказывала, скажи про ребят схода на ежнюю емкость. Или ты уже проговаривала. Никого не смотрела. Ой, можно меня? Всем интересно. Слушайте, во-первых, да, то есть, как бы, код денежной емкости, еще раз повторюсь, так вот. Я даже не понимаю, что это, но хотем бы узнать. Код денежной емкости – это ваша пропускная способность ума. Вы можете зарабатывать больше, но это значит тогда, что вы обворовываете себя в других сферах жизни. Давайте насчет меня. Мне интересно. Ну, смотрите, ваш ход денежной емкости – это 5-7. 5-7 чего? 5-7. Ну, он от 1 минус 15 до плюс 15. А, у меня 5-7. 5-7. Почему 5-7? Во-первых, первое, что 5-7 – это примерно от, грубо говоря, пятерки начинают зарабатывать, от 1000 долларов, то есть, как бы, и семерки – где-то 350 тысяч рублей. Долларов? Рублей. А, рублей. Рублей. Да, то есть, как бы, даже если вы будете зарабатывать больше, да, то есть, это значит, что вы забираете либо из будущего по своей жизненной энергии, либо вы берете из своего здоровья, из своих каких-то моментов. Понимаете? Я 5-7. Я бы, я бы, я не знаю, что принимаю. 5-7. Почему? Да, почему у вас пятерка? Первое, как бы то ни было, вы очень консервативны. Я? Да. Вы, смотрите, что такое консерватизм? Да. Консерватизм – это когда вы любите что-то постоянное. То есть, например, да, то есть, как бы, как часто вы меняете свой плейлист? У меня его нет. Окей. Какие фильмы вы смотрите? Все. Я бы смотрел миллиард. Окей. Я очень люблю к ним оттуда. Очень любите. Круто, классно. Тогда давайте посмотрим. Давай. Смотрите, консерватизм может выражаться еще в том, что человек вылезает в одну вещь, и она ему настолько комфортна, что он не готов ее... Я открыт для всего, и именно поэтому я сейчас здесь. Нет. Вылезать имеется в виду даже, например, футболка любимая, да? То есть, и не может человек с ней расстаться. Вообще абсолютно не передвзят, ни к чему. Абсолютно. Подумайте, пожалуйста. Я смотрю на улицу. Здесь сидят люди, которые меня знают, я абсолютно никому не знаю. У меня абсолютно нет привязанности к какому-то определенному предмету. Абсолютно нет. Это же тоже консерватизм. Когда, например, я там для себя выработала, что неприемлемость к людям, например, нетрадиционной лимфатии, они тоже не приемлют. Нет, стоп, вы не уходите в эту область. Это тоже консерватизм. Когда непринятие. Нет, консерватизм, если говорить уже про отношения, то есть, ну, как бы, хороший человек, хорошие вещи, плохие вещи. Ну, это же это... Тогда я консервативен, но вы уходите именно в область эмоций. Подождите, консерватизм, он во всем. Вы на дне, стоп, вы начали с вещей. Потом, когда они нашли вещь, ушли в эмоции. Смотрите, а я... Эмоциональный спектр, это абсолютно другой. Подождите, консерватизм, он абсолютно может быть во всем. Я вам привожу как пример, в чем вы можете быть консервативным. Вы можете быть в консервативных взглядах, в точках зрения, которые вы уже сформировали, как опыт. Это любой человек. Нет, есть люди, у которых вообще абсолютно нет, так скажем, своего какого-то мнения насчет других реликций. Есть не так много. Ну, первая большая прослойка, это дети. Хорошо, мы дети выбираем. Дети, которые вот как раз неконсервативны. Начиная где-то с 12 лет, когда спускается карма на человека, он начинает становиться консервативным. И до 25 лет он еще более-менее открыт. Согласен. Согласен. И здесь очень важно, чтобы вы не только в материальном мире, так скажем, были, шли в новизну, но и в точках зрения тоже. То есть растождествляли свои точки зрения. Так. И убирали, и разрешали всему быть. Я разрешаю всему. Хорошо, я не буду спорить. Вы же еще ничего мне не сказали. Мне это неинтересно спорить, потому что, смотрите... Я же с вами не спорил. Но вы не спорите. Я хотел услышать, что вы думаете обо мне, как о моей личности. Вы спросили меня две вопросы. У меня нет точки зрения насчет вас. У меня есть то, что я как бы вижу. И я вам говорю, у меня очень часто бывает так, что я, например, человеку говорю о том, что... А он не согласен. Он не согласен, проходит полгода, он приходит и говорит, что так и произошло. Я понял. Очень часто такое... И я не хочу спорить, я не хочу тратить свою энергию на... Боже упаси. То, что вот, ну, за что мне еще не платят. И в коем разе. Ну, уже понимали, я себя очень люблю в этом плане. То есть, поэтому, смотрите, что такое пятерка и семерка, да? То есть, какие вещи... Техи нужно, если вы из пятерки, это нужно смотреть на точки зрения ваши, на те ваши суждения, мнения, которые вы сформировали. Ну, например, я сейчас приведу пример для девочек, которые вчера приводили в дело, да? То есть, женщина не доверяет мужчинам, и у нее есть около 150 точек зрения, к почему, ну, как бы, мужчины могут быть опасны. Согласен. То есть, как бы, это точки зрения, которые ее ограничивают. Да, нормальнее, как бы, дальше. Также, например, есть догмы. У меня приходят люди, которые, так скажем, слишком сильно религиозные. Фанатично религиозные. И их таких очень достаточно много, особенно из мусульманских стран, где, вот, даже если вы будете заниматься йогой, это считается харам. То есть, и вот такие люди, они сами себя в догмы загоняют и не дают возможности прийти. Или, например, даже йоги, которые считают, что если ты ешь мясо, то, значит, ты плохой. Понимаете, о чем речь? То есть, это догма. Да, хорошо. Так же, как бы, мешает нам страхи. Страхи бывают рациональные, иррациональные, чаще всего иррациональные, да? То есть, ну, а здесь я бы сказала, что у вас самый большой затык в том, что у вас мотивация на деньги более разрушительная. Что такое разрушительная мотивация? Приведу на своем примере, да, то есть, как бы, я зарабатывала деньги для того, чтобы доказать в своей деревне, что я чего-то стоила. То есть, я деньги зарабатывала не для того, чтобы наслаждаться, а для того, чтобы приехать и утереть нос всем тем, кто, как бы, считал, что я там, ну, так скажем, нищая, да, то есть, или еще что-то. То есть, у меня мотивация была разрушительная. И деньги-то я заработала, только при этом я их заработала, забрав ее из будущего своего же. И потом три года, что бы я ни делала, куда бы я ни кидалась, я никак не могла заработать, да, то есть, у меня на все приходило на самое необходимое. У меня была квартира, машина, минимальные какие-то деньги на еду, да, то есть, ну, и, как бы, одежды всего было много. Но вот прям денег не получалось. И вроде бы, и вот здесь пытаюсь что-то сделать, не получается облом. И здесь пытаюсь что-то сделать облом. Почему? Потому что я себя обокрала по здоровью. Потому что я работала вместо того, чтобы там отдыхать, да, то есть, не ходила на массажи, еще что-то. Потому что я себя обокрала в отношениях с родными, потому что я обокрала себя на тот момент в отношениях с мужчиной, когда считала, что бизнес важнее, чем отношения с мужчиной. То есть, это все воровство у самого себя, понимаете? И потом происходит так, что человек может заработать деньги, и вроде бы у него есть накопление, а куда бы он ни пытался кинуться, у него ничего не получается. И вот, например, вот это утрировано. Антон и вы, да, Петр, займетесь одним и тем же делом. Так. И если у Антона, он еще не обокрал себя, предположим, да, то есть, да, он еще себя не обокрал, у него будет получаться. А если вы себя, предположим, обокрали из будущего, то есть, работая больше, зарабатывая больше, чем положено, то у вас это же не получится почему-то. Ну, почему так считаете? Я вам утрировано привожу этот пример. Я пытаюсь понять стейкл. Это не про вас конкретно. Я понимаю, ну, типа, почему, если, например, у него получится, а у меня нет? Если человек обокрал себя, вот как я себя обокрала, когда работала, занималась бизнесом, то потом достаточно долгое время, да, то есть, что бы я ни предпринимала, у меня не получалось. Несмотря на то, что рядом со мной люди делали то же самое и получали результат, а я не получала. То есть, у нас иногда возникает такое ощущение, да, работы много, типа, что ты, ну, плачешься, нет, ну, как бы работы много, возможностей много, почему у тебя тогда денег нет? Но на самом деле бывает так, что у человека просто, что бы он ни делал, ничего не получается. И получается только на самое необходимое, чтобы выжить. И вот здесь тогда, вот кто в такой ситуации, здесь очень важно задумываться, где ты себя обокрал. В здоровье, в отношениях, в удовольствиях, не знаю, там, как бы, в интеллектуальном плане или еще где-то. Понимаете, о чем я говорю? То есть, вот это очень важно понять, что иногда вы деньги не можете заработать не потому, что вы тупые, а потому что у вас время пришло, чтобы вы наверстали то, что вы у себя украли. Надеюсь, понятно объясняю это? Так, потом, дальше, смотрите, что такое мотивация? Мотивация, это наша, так скажем, движущая сила. И только зная свою, опять же, кармическую задачу души, ты можешь найти свою разрушающую мотивацию. Например, контролеры хотят денег для того, чтобы жить стабильной, спокойной жизнью. Но стабильность, это самое худшее, что может быть, потому что это стагнация. Чем больше мы зацеплены за стабильность, тем больше мы зацеплены за то, чтобы не развиваться. То есть, посмотрите на бизнесменов. Они не цепляются за стабильность. Они идут, рискуют, пробуют, и поэтому у них получается. Но большинство людей хотят стабильности. Вот спросишь у человека, чего ты хочешь, он говорит, стабильность. Замечал, да? Вот я думаю, ты когда ведешь свое наставничество, они все говорят тебе стабильности хотят. А на самом деле стабильность, это по сути, ну как бы самому себе поставить потолок. То есть стабильность, это равно, ну такому болоту, грубо говоря, стагнации. И нас приучили, опять же, что стабильность, это иметь квартиру, машину. Ну ладно, про вас я не говорю, вы все здесь уже, на Бали, вы путешествуете, вы уже свободны, да? Но большинство людей, которые живут, не выезжая, они же все в основном что хотят? Квартиру, машину. То есть, и когда вы говорите, что, например, а мне не нужна пока квартира, я хочу попутешествовать, на вас смотрят как на дурака. Было такое? Потому что... Серьезно? Конечно. Квартиру было? Да. Потому что, когда, например, вот, Ален, ну, если тебя спросят, что ты хочешь, наверняка многие начинают говорить, да ты что, надо иметь квартиру, надо иметь какой-то бизнес, надо еще что-то иметь, надо стабильность иметь. Потому что очень многие люди зацеплены за стабильность. И мотивация... Они не примечены так жить, у них нет ценности, они не понимают просто. Ну, и это нормально, это нормально, у них свои ценности. У них ценность это иметь ипотеку стабильную, да, то есть иметь возможность приходить, но работа-дом, работа-дом. И есть некоторые программы, когда они полностью, как программы, когда они не живут душой, а живут полностью в программе, для них так спокойнее быть в программе. Особенно контролеры, или перфекционисты, или вечные дети. Для них прям спокойствие, когда есть стабильность. Когда есть какой-то вот уголочек, еще что-то, да, то есть это вот как раз про вот эти кармические задачи. Следующий момент, вот семерка, да, семерка это самый, вот я говорю, для меня это пока самая сложная цифра до сих пор. Семерки от меня обычно отваливаются, половина потом возвращается, когда переходит на восьмерку. И у меня, по сути, пока не было курсов, которые помогали бы семеркам переходить на восьмерку. Да, то есть, и я сейчас, почему создаю вот эти денежные завтраки? Потому что большинство из вас, как раз от пяти до семи, от шести до восьми, но в семерках многие из вас застряли. В чем особенность семерка? Семерка, она с одной стороны, вот, вроде бы и все есть, да, то есть самое необходимое, все закрыто. Ну, 300-350 тысяч, это сколько у нас из долларов? Ну, грубо говоря, 5 тысяч долларов, да, 4-5 тысяч долларов. То есть, как бы, закрывается самое необходимое, от 3 до 5 тысяч, вот, ну, человек тратит. Я, прошу прощения, а 7, вы сказали, восьмерка, это сколько, вы сказали, 50-500? Восьмерка, в зависимости от того, где проживает, опять же. То есть, смотрите, например, как бы, если... А дальше, какая градация? Мне просто интересно. До 15. До 15. До 15. Ух, ёпт. Как бы, до 15, и здесь очень важно понимать, что, я говорю, я даже смотрела людей, которые зарабатывают миллион долларов, но при этом у них еще до сих пор ограничения 11-е. И когда они не работают, они максимум могут заработать 20 тысяч долларов. Или, например, у меня есть девочка, она зарабатывает как 12-е, от 50 до 100 тысяч долларов в месяц, но когда она не работает, максимально, что она может заработать, это 10 тысяч долларов. То есть, как бы, сами деньги приходят, да, там, с пассивного дохода, еще откуда-то, то есть, это максимум. Потому что ее код, он у нее 8-9. То есть, хотя она зарабатывает как 12-е. Из-за того, что она зарабатывает как 12-е, она крадывает себя по здоровью, и в итоге в 33 года у нее был коронавирус и потом инсульт. А как найти вот этот баланс тогда? Нужно понимать свой код денежной емкости. А потом у меня 7-8, будем ли, сказали. От 5 до 7. Я очень хочу баланс. Для того, чтобы найти баланс, нужно убрать, так скажем, ваши точки, которые вам мешают, увеличивать количество энергии. Потому что бывает очень часто, человек уже должен зарабатывать, например, 1200, а он зарабатывает 80. Если ты живешь, то, как говорите, ему 100-120. Почему? Потому что он сливает энергию. Вот это, кстати, самая большая проблема. Слив энергии. Слив энергии. Я просто не знаю, что я зарабатывал больше, чем все поиски, но как найти этот баланс? А значит, вы забираете из своего будущего. Да, из будущего. Из будущего. И может наступить такой момент, когда у вас не получится зарабатывать, и что бы вы не пытались сделать, то есть вас остановят, что бы вы догнали, расширили свой код денежной емкости. Так а что делать? Ну, первое, да, расширять код денежной емкости. Уберечивать. Это как? Поэтому я говорю, что с семерками у меня затык. Я буду проводить фокус-группу, на которой я буду давать инструменты для того, чтобы вы расширяли свою денежную емкость. А вы сейчас не можете сказать? Я же еще раз говорю, что у меня для меня семерки это самый сложный, для кого я не знаю. То есть уже с восьмерки, например, я уже знаю, как прорабатывать, да, то есть прорабатывать. До шестерки вообще очень легко. С восьмерки до одиннадцатой тоже очень легко. А семерка для меня это такое, знаете, белое пятно, почему я провожу денежный завтрак здесь, на Варе? Потому что мне хочется найти возможность, чтобы расширить именно код денежной емкости для семерок. То есть у вас есть специальный курс, да, куда можно пойти? Для семерок нету. Для таких, как я. Для семерок еще нету. Нету? Ну создайте курс. Вот так приходите, живем, будем создавать вместе. Я первый пойду. Будете, ну приходите, будем работать. Но это же нужно делать. А вы готовы? Я на самом деле приехал на баре. Я, честно вам скажу, вам честно скажу. Я приехал на баре, а окей, вы абсолютно правы. Я довольно консервативный. Потому что я, так сказать, проходил психологическую подготовку. И я, как бы, довольно сведущий, более-менее. Не профессиональный психолог, но более-менее сведущий. Поэтому мне, конечно, интересно, что вы сейчас рассказываете. И вести с вами дискуссию, диалог мне очень интересно. Поэтому, если вы говорите, что есть какой-то курс, может быть, я пойду. Я приехал на баре, абсолютно открытый для всего. Абсолютно. У меня нет никаких, как вы сказали, как вы опять же сказали, так, чему-то я взял, привязан. Ноль. Ноль. Абсолютно. Хорошо, пусть будет так. Как скажешь? По семеркам мы ничего не скажете сейчас? По семеркам ничего не скажу сейчас. Ну хорошо, ладно. Я с января хочу провести группу, которая будет 4 месяца идти. 4 месяца. 2 раза в месяц по воскресеньям. Но нужно сразу, говорю, будет где-то от 2 до 3 часов. И нужно будет делать домашние задания. Те, кто готов, да, то есть, пожалуйста, можем встречаться, создавать, как бы, буду давать домашние задания, буду давать, что вам делать для проработки, но от вас будет заполнение анкеты до и заполнение анкеты после. Да, то есть, ну и, конечно же, оплата, это ваши инсайты в сторисах и, как бы, обратная связь мне, для того, чтобы я понимала, какие затыки у вас прорабатываются, а какие нет. То есть, я провожу всегда фокус-группы. И мне интересно именно семерки сейчас. Те, кто застрял, да, то есть на семерке. Те, кто готов, с одной стороны, и в то же время не знает, куда ему и как идти. А скажи мне, пожалуйста, вот из всех, кто здесь сидит, кто-кто, мне просто интересно, ваши или нет? Ну, вы профессиональный психолог, вы уже не знали, кто, что и как. Ну, что я, я никого не спрашивала, кто по зарплате или еще, что-то, я не наиваю. Мы спрашивали вопрос там у Антона, спрашивали вопрос, например. Ну, Антон точно так же, от пятерки до семерки застрял. Так, а кто еще? Мне интересно, ваше профессиональное место. Мне просто застряло от четверки до семерки. Кто-кто? От четверки до семерки. Так, Никиту Асу. Как в этом воде? Ну, я это вижу. Так, ну что, Никиту, так? У меня просто, я объясню, у меня дали знание и сновидение. Это понятно. С детства раз. Ну, я в этом и верю. А вот дальше. У Никиты, кстати, от пяти до девяти. Нормально, ты тут. То есть... Ты за счет плачешь. Свощи. Я последние твои песни, я всегда за счет плачу. А потом деньги собрать не могу обратно. А зачем тебе деньги, поэтому тебе? От пяти до девять и девять, это он то, что может зарабатывать легко, но он сливает энергию очень сильно. А можно вопрос? Вам нужно общаться? Вы можете определить просто по виду, да? Я могу просто по фамилии, имени. У меня... Я буквально за последние две недели, три, прочекала 400 человек. Окей. Вот этого человека зовут Тимур. Я не знаю его фамилии. Скажите, пожалуйста, сколько он зарабатывает. Это не про заработал. Я сказал, я сказал... Это не про заработал. Я не про заработал. Боже, Василий, прошу прощения, я неправильно сказал. Извините, пожалуйста. Какая у него денежная вот эта... Денежная емкость? Да, да. Но человек пьян, у него искаженное поле, давайте его посмотрим, когда он будет трез. Да, давайте мы, может быть, попробуем угадать. Возможно, вы никогда не любите теории. Вот это и дело. Мне зачем угадывать? Я сейчас покажу людей, которые... Нет, стоп, я же не прошу вас угадывать, я прошу вас сказать ваше экспертное мнение. Это не экспертное мнение. Я могу сказать так. Я никогда не смотрю людей в алкогольном, наркотическом состоянии. Все, хорошее. Потому что в этот момент у него абсолютно нет его поля. В поле уходит, я понял. То есть это, знаете, как гадать, когда на воде, по кругам. То есть пока человек находится в алкогольном или наркотическом опьянении, его очень сложно просмотреть. Например, вот, да, то есть если нельзя взять. Лера, да? 5-6. 5-6. Я вот девушку вижу первый раз. То есть сколько Лера зарабатывает, я знаю. Да, то есть, а вот вторая Лера, да, 5-6. Причем бывает так, что ты плоти иногда даже скатываешься аж до тройки. Когда ты не можешь перекрыть даже самое то, что тебе нужно. То есть как бы это не часто, но это бывает. Когда ты прям закрываешь, знаешь, как можно определить? Вы можете даже сами найти свою подгенечную емкость. Это когда вы составляете таблички. Видела же в книге? И вот тройки, они закрывают только самое необходимое, самое необходимое, да, то есть и второе у вас тыска чуть-чуть. Вот у тебя иногда бывает такое. И это очень часто из-за того, что у тебя есть обида, обида, да, то есть, которую ты никак не можешь простить. Знаешь, я тебе сейчас приведу пример. Мне когда говорили, что я обижена на папу, я говорю, да, я его вообще не помню. Он умер, когда мне было 3 года. С какой-то репута я вообще на него буду обижена. И потом я только в 28 лет осознала, что оказывается у меня была на него обида. Он умер, мне было 3 года. И у меня было ощущение, но ребенку же не объяснишь, что, ну, как бы, человек умер. У меня была обида, что у всех есть папа, а у меня нет папы. Что у всех, всем есть кому нести там подарки, да, есть кто защитит, а у меня нет. И вот такая обида, и осознанно ты этого не понимаешь, а она есть подсознательная. То есть и она у тебя иногда всколыхивается. Это бывает раз в полгода где-то. Какая-то триггерящая ситуация, и именно в этот момент у тебя провал по деньгам. Потом ты приходишь в себя, выравниваешься и опять живешь в своем эквиваленте 5-6. Поняла, о чем я говорю? То есть вот этот момент очень важен. Никита, да, то есть вот он, ну, он сам сказал, он сливает свою энергию, когда он впадает в депрессию, да, то есть это слив энергии. Есть топ-10 сливов энергии. Я этот гайд для вас подготовила. Лера сбросишь, да, потом ссылочку на гайд, в котором вы можете прочитать, какие есть варианты слива энергии и как их закрывать. Это первое. И второе для вас я подготовила еще мини-книгу. То есть это вот выжимка из этой книги, которую вы тоже можете прочитать, чтобы понять вообще, что такое вход в денежной емкости, как с ним работать и уже определиться для себя, хотите ли вы дальше работать. Это тоже Лера в группе вам спросит. Лера, сколько время сейчас? Без 20 в час. Без 20 в час, уже надо закругляться, а то уже... Слышите время. Все противосказайтесь. Ты знаешь, я тебе могу так сказать. У тебя тоже где-то от 5 до 7 скачет, но бывает так, что у тебя ты вообще уходишь так же, как и Лера в тройку. Потому что у тебя тоже есть непроработанная вида. И причем, ты знаешь, как бы, это может быть, если у Леры это раз в полгода и где-то на месяц, а потом она восстанавливается, то у тебя это чаще, но на короткий период. Знаешь, как бы, раз в неделю у тебя как будто вот только на самое необходимое, а потом раз, откуда-то деньги появляются, и ты такая уже можешь шиковать. И знаешь, как бы, у тебя очень часто этот такой период, как одно время ты так жила, сейчас этого нету, да, сейчас нету. Называется этот период день в карете, год пешком. Тебе очень нравилось, то есть пустить все деньги, день в карете, год пешком. То есть сейчас у тебя, слава богу, этого нет. Но при этом, при этом, знаешь, как тебе сказать, что ты не веришь в то, что финансы безграничны. У тебя есть ограничения, что деньги нужно зарабатывать именно, знаешь, как бы, несмотря на то, что вроде ты вся такая легкая, но у тебя есть ощущение, что деньги надо зарабатывать тяжелым трудом. О, это мое ограничение. Я не верю в, собственно, финансовую безграничность, и у меня есть убеждение, поскольку я всю свою жизнь работал в найме, что деньги нужно зарабатывать именно, прям, типа, сидя по 8 часов, а лучше даже по 10, по 12, и только здесь я начал, типа, трансформироваться и меняться немного в какую-то другую сторону, неизвестную. Ну, нет, я могу сказать, что я очень часто сейчас встречаю людей, особенно те, которые ушли сильно в духовность, они вообще считают, что деньги должны просто так к ним приходить. Ибо так бывает. Бывает и так. Нет, так бывает. Да бывает. Это ваше ограничение, ваш консервантизм. Конечно, понятно. Я же 5-7 лет. Так, дальше. На самом деле, я еще раз повторюсь, ко мне иногда приходят люди, которые зарабатывают уже как 13-е, но они зарабатывают это не из своего кода, а зарабатывают из-за того, что они много вкалывают, да, то есть обокрадывают себя. И когда они выравнивают, у них намного проще становится. Особенно, знаете, я по инфобизнесу это смотрю, у них прям для того, чтобы сделать запуск, они вкалывают так, что вот ночами, сутками, да, то есть 2 месяца вкалывают, вкалывают, чтобы заработать. А когда они выравнивают свой код, эту же сумму они получают намного легче. И им не нужно, то есть им не нужно вкалывать так много. Это неплохой пример, потому что инфобизнес это обман людей. То есть вы обманываете и себя, и людей. Правильно? Я так не считаю. Не считаете? Инфобизнес, вот, например, Антон, он тоже инфобизнесом занимается. Сейчас меня остановили. Стоп, вы инфобизнесом? Это обман людей. Я знаю прекрасный... Я, например, знаю Антона, я знаю его лично. Я знаю, например, прекрасных спикеров, которые реально несут добро. Например, Аня Миланет, которая по-настоящему, она моя клиентка, да, но я знаю точно, что у нее прошло 700 тысяч человек. Огромное количество людей, которые, женщин, которые там и забеременели, и вылечились, да, потому что она давала практики. Я согласен. И это инфобизнес. Стоп, стоп, стоп. Я неправильно выразился. А любые практики и инфобизнес, любые практики, которые человек пытается внести до людей, они могут работать. И они, наверное, работают. Я говорю о том, что, скорее всего, есть какие-то частные случаи, когда они срабатывают. Если мы с вами разговариваем как два бизнесмена, то, если мы берем процентное соотношение, процентное соотношение, если приходит там 100 человек, то доходит, ну, может быть, 10, 15. Что доходит? Ну, как... Доходит мысль. Ну, смотрите, хорошо, давайте возьмем так. 100 человек приходит на вашу практику. Ну, не на... Э, прошу, очень. На вашу. На общую практику, да? На мою практику. Ну, смотрите, я вам расскажу свои цифры. Ко мне, например, заходит 100 человек на ограничивающие убеждения. 106. Так, легко. Нет? На курс ограничивающие убеждения зашли последний раз 106 человек. 106 человек, так. 6 из них вообще не пошли курс проходить. И, как бы, они просто не открыли, да? То есть, мы к ним пришли, они говорят, слушайте, ставьте нам доступ, да? То есть, мы пройдем, когда нам будет выгодно. Вторая, одна вообще сказала, у меня сейчас произошли очень сильные семейные, ну, как бы, перетрубации. Пожалуйста, эти деньги дайте мой курс тому, кому нужен. Хорошо. Из 106 человек до конца вместе со мной дошло 84. Остальные кто-то застрял на догмах, не смог пройти, да? То есть, ну, в принципе, если брать из 106 человек, то у меня конверсия дохождения курса 83%. Хорошо. Только я верю в вашу конверсию. Чтобы конверсия немножко по-другому работает.